Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» в микрофону ведущий Сергея Лана Антонова за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Мария Новгородова. Сегодня у нас третий выпуск просветительского проекта «Доступное право», созданного по инициативе прокуратуры Республики Саха, Якутия, и тема сегодняшней передачи «Права потерпевшего в уголовном процессе». К сожалению, жизнь непредсказуема, и круг ситуации, где мы можем стать жертвой преступления, довольно велик. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, права потерпевших от преступлений охраняются законом. Он гарантирует им обеспечение государством доступа к правосудию и компенсацию причинённого ущерба. Так кто в уголовном процессе признаётся потерпевшим? Какими правами он наделён? С какими проблемами сталкивается в ходе судебного процесса? И как правильно их решать? Эти и другие вопросы сегодня обсудим в нашей программе. И позвольте вам представить первого гостя нашей студии. Это старший прокурор отдела прокуратуры нашей Республики Сергей Яковлев. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, Сергей Сергеевич, действительно бывают такие случаи, когда мы можем стать потерпевшими по уголовному делу. Вот в каком случае человек признаётся потерпевшим? Давайте дадим определение. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. В соответствии с уголовно-профессуальным законодательством у нас потерпевшим признаётся либо физическое лицо, которому преступлением причинён имущественный, физический или моральный вред, а также может быть признан юридическое лицо при условии, что ему причинён имущественный ущерб или причинён вред деловой репутации. Для получения статуса потерпевшего необходимо, чтобы было два условия. Это, во-первых, материальная основа, то есть причинение вреда, которым я сказал выше. И второе, это процессуальное оформление, вынесение соответствующего постановления уполномоченным лицом, одно это дознавателем, следователем или судом. При наличии этих двух условий лицо признаётся потерпевшим, становится потерпевшим в процессуальном смысле. Такое решение о признании человека потерпевшим выносится незамедлительно после возбуждения уголовного дела. Если на момент возбуждения уголовного дела данные о потерпевшем ещё неизвестны, они постановление выносятся сразу после установления этого потерпевшего. Значит, необходимо отметить, что согласно уголовно-профессиональному законодательству потерпевший у нас отнесён к стороне обвинения, к фигуре со стороны обвинения. И, значит, ему следователем, дознавателем, судом должны быть разрешены его права, о которых я скажу позже, обязательно в порядке под роспись. Значит, потерпевшим может быть признан как по его личному заявлению, так и по инициативе следователя, дознавателя или суда. Необходимо отметить, что воля излипления потерпевшего здесь, за исключением в ряда случаях, которые я скажу позже, не имеет никакого значения. То есть, если следователь, дознаватель суд установит, что действительно преступление, он причинён кому-то ущерб, он признаётся потерпевшим вне воли самого потерпевшего, даже если он этого не хочет. Давайте сделаем своеобразную памятку, да, в какие конкретно госорганы пострадавшее лицо может обратиться с сообщением о преступлении и какие сведения необходимо указать? Так, ну опять-таки, в соответствии с действующим законом, в соответствии с ведомственными инструкциями, заявление о преступлении можно подать любой правоохранительный орган. Ну, желательно, конечно, сделать в органы полиции. Они существуют везде, во всех районах, и в малых селах есть участковые. Они не имеют права отказать в приёме такого заявления. Ну, в срочных случаях, естественно, если вас там избили на улице, ограбили, сразу же необходимо обращаться по телефону 102. Ну, также заявление о преступлении принимают другие правоохранительные органы, в частности, допустим, Следственный комитет Российской Федерации, службы соединенных приставов, МЧС, там тоже есть дознаватели. Ну, они тоже не имеют права отказать в приёме. Если что, они ваше заявление перенаправят по последствии в тот орган, который уполномочен заниматься этим заявлением. Что касается формы, заявление пишется в свободной форме, какого-то строгого образца, строгой формы нету во всех подразделениях территориальных органов полиции, во всех правоохранительных органах должны быть вывешены образцы заявления, как нужно писать. Ну, в свободной форме излагаете обстоятельства, которые, по вашему мнению, являются преступлением. А можно ли направить такое заявление по электронной форме? Да, действующим заказательством такое предусмотрено. Электронный адрес каждого правоохранительного органа можно узнать на его официальном сайте. Ну, вот какие первичные действия должно предпринять должностное лицо, которое принимает наше заявление? Так, как я уже сказал выше, значит, правоохранительные органы не имеют права отказать гражданам приеме сообщения о преступлениях. При подаче заявления лично гражданин предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. У него принимается либо письменное заявление, либо составляется протокол принятия устного заявления о преступлении. И при этом заявителю выдается так называемый талон уведомления о принятии сообщения о преступлении. Значит, на нем указывается дата приема, должностное лицо, которое приняло, дата регистрации и, значит, данные самого потерпевшего. И один корешок, он выдается самому заявителю, чтобы потом можно было подтвердить, что он действительно подавал такое сообщение о преступлении. Далее, сотрудники правоохранительных органов по данному заявлению проводят проверку. Устанавливают, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Проводятся проверочные действия. В течение трех суток они должны принять решение либо возбуждать уголовное дело, либо отказать возбуждение уголовного дела, если не видят состава преступления. Либо же, если видят, что это не их подследственность, они направляют такое сообщение о преступлении по подследственности. Данный срок может быть продлен до 10 суток, в связи с тем, что необходимо провести кое-какие проверочные меры, кое-что проверить. В исключительных случаях, при производстве экспертизы, свидетельствах и так далее, такой срок может быть продлен прокурором до 30 суток. Хорошо. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. И тема нашего сегодняшнего разговора – это права потерпевшего в уголовном процессе. Вы можете позвонить к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. Итак, мы продолжаем наш разговор. А вот что такое дело частного и частно-публичного обвинений? И вообще как они возбуждаются? Так, у нас в соответствии опять-таки с уголовно-процессуальным законодательством уголовное преследование осуществляется в трех видах. Это частное, частно-публичное и публичное обвинение. Так они делятся. Конечно, основная масса – это у нас дела публичного обвинения. А к делам частного обвинения относится разновидность обвинения, по которым предварительно расследование не проводится. Уголовное дело возбуждается не следователем, не дознавателем, а непосредственно судом. То есть заявитель должен отнести это заявление непосредственно в мировой суд. Ну, либо же, если он подадет заявление правоохранительные органы, то правоохранительные органы, соответственно, переправляют его мировому суде. Еще раз повторюсь, там предварительно следствия не проводятся. Значит, перечень дел частного обвинения, он очень маленький. Это побои, причинение легкого вреда здоровью, клевета без отягчающих обстоятельств. То есть самые простые преступления, по которым, как говорится, вмешательства предварительного расследования нет необходимости. Но это касается только тех случаев, когда виновное лицо уже установлено, и в заявлении можно написать, что вот прошу привлечь такого-то к уголовной ответственности. Если лицо виновное неизвестно, то в любом случае предварительное расследование проводится. Это дела у нас в частном обвинении. Далее у нас еще есть дела о так называемом частном публичном обвинении. Там предварительное расследование проводится, но в отличие от основной массы дел, уголовное дело по ним может быть возбуждено только по заявлению потерпевшего. Если заявления нет, то уголовное расследование осуществить невозможно. К ним относятся в частности преступления против половой неприкосновенности без отягчающих обстоятельств, нарушения некоторых конституционных прав граждан, например, незаконное проникновение в жилище, нарушения авторских, изобретательских, патентных прав, а также ряд дел экономической направленности, которые были совершены предпринимателем в сфере осуществления предпринимательской деятельности. Как я сказал, предварительные следствия не проводятся в обычном порядке, единственное отличие в том, что они только по заявлению возбуждаются. Вся основная масса уголовных дел, остальных, кроме тех, которые я переселил, они считаются делами публичного обвинения, они возбуждаются, могут возбудить, уголовное дело можно возбудить даже без заявления потерпевшего по рапорту самого сотрудника. И, как говорится, уголовное преследование в данном случае от воли и изъявления потерпевшего уже не зависит. Преступление совершено, значит, преступник должен понести наказание вне зависимости от воли потерпевшего. Сергей Сергеевич, у нас поступил телефонный звонок, давайте его послушаем. Алло, добрый день. Здорово. Да, можно. Спасибо за вопрос. Я так понял, что вопрос касается меры пресечения, избранной во время предварительного расследования. Но, в частности, тут вопрос идет о домашнем аресте. У нас меры пресечения в виде домашнего ареста избирает суд по ходатайству следователя-дознавателя. Значит, если потерпевший с ним не согласен, он может его обжаловать в вышестоящий суд. Значит, изменить его можно только так. Значит, что касается, я так понимаю, что вопрос был связан со стороны потерпевшего. Ну, потерпевший, естественно, может ходатайствовать о том, чтобы обвиняемому изменили меры пресечения, если он считает, что не нужно строго наказывать и так далее, и так далее. Я еще раз попозже расскажу о правах потерпевшего, в том числе о праве приносить ходатайство. В том числе и об изменении меры пресечения. Ну, вот как раз о правах потерпевшего. Давайте поговорим. Что мы можем? Так, значит, ну, опять-таки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. У нас, у потерпевшего, очень большой объем прав и такой же большой объем обязанностей. Значит, к правам потерпевшего относятся, во-первых, это располагать информацию о предъявленном обвиняемом обвинении. То есть, по ходатайству потерпевшего могут выдать постановление по лечению качества обвиняемого, чтобы человек потерпевший знал, в чем же обвиняет преступника. Допустим, это может быть, он не согласится с квалификацией действий, с какими-то отдельными моментами и так далее. Значит, одно из основных прав потерпевшего, это, конечно же, давать показания. Тут необходимо ответить, что потерпевший не имеет права отказываться от дачи показаний. Если вызывать напрос, он обязан прийти и дать показания. Значит, он может потребовать самостоятельно, чтобы его допросили, если по каким-то причинам это пока не произошло. Он может это сделать на родном языке или языке, которым он владеет. Далее, опять-таки, возвращаясь к вопросу, он может заявлять хататайсты, снять от воды. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Якутск. Сегодня». И сегодня у нас третий выпуск просветительского проекта «Доступное право», который был создан по инициативе прокуратуры Республики Саха Якутия. И мы говорим сегодня о правах потерпевшего в уголовном процессе, о том, с какими проблемами он сталкивается во время судебного процесса, а также о том, как правильно их решать. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на радио и телевизионном канале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире, вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. И наш следующий собеседник – это прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Республики Саха Якутия Наталья Докторова. Добрый день. Здравствуйте. Наталья Анатольевна, вот почему не стоит замалчивать преступление, бездействовать по подаче заявления о совершении преступления? Бывают действительно такие случаи, когда люди просто махнут рукой и успокаиваются? Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Ну да, несмотря на то, что в уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрен широкий круг прав потерпевшего, зачастую потерпевший в уголовном процессе занимает роль пассивного наблюдателя, который не способен повлиять на развитие событий. Это почему так происходит? Это прежде всего объясняется тем, что правоохранительные органы в первую очередь они сосредоточены на том, чтобы найти виновное лицо в совершении преступления и обеспечить права при производстве процессуальных действий. А потерпевший же в этом процессе активную роль, как правило, не занимает. Поэтому потерпевший должен знать свои права, чтобы уметь их отстаивать. При этом необходимо знать потерпевшему, что он... Ну нельзя занимать такую пассивную позицию, поскольку от его содействия также зависят результаты предварительного следствия. Поэтому потерпевшему необходимо активно содействовать органам предварительного следствия, не отказываться от участия в каких-либо партизуальных действиях, участия в следственных действиях. По делам так называемого частного обвинения, по которым предварительное расследование не проводится, потерпевшим нужно в обязательном порядке обращаться в мировой суд с заявлением о привлечении лиц таких к уголовной ответственности. Значит, бездействие же потерпевших в таком случае, как правило, зачастую заканчивается тем, что лицо, виновное лицо в совершении преступления, которое относится к категории дел частного обвинения, он чувствует безнаказанность. И, соответственно, это зачастую заканчивается тем, что в последующем такое лицо может совершить более тяжкое преступление, вплоть до убийства. А кто-то может представлять интересы потерпевшего вместо него? Да. В уголовном процессе в качестве представителя потерпевшего могут быть допущены один из близких родственников потерпевшего, либо иное лицо, о котором ходатайствует потерпевший сам. То есть это, по его мнению, лицо, которое способно оказать ему квалифицированную юридическую помощь. Полномочия такого лица должны быть подтверждены доверенностью, либо потерпевший должен об этом заявить в суде ходатайства. Для защиты законных прав и интересов несовершеннолетних лиц в обязательном порядке допускаются законные представители. Это несовершеннолетние касается. Есть еще лица, которые по своему физическому, либо психическому состоянию не могут лишены возможности самостоятельно защищать свои права. В этом случае привлекаются их представители. По уголовным делам, по которым последствием является смерть потерпевшего, это убийство, 109-е, причинение смерти по неосторожности, либо дорожный транспорт и происшествие 264-е со смертельным исходом. В таких уголовных делах права потерпевшего переходят к одному из его близких родственников. А в случае отсутствия близких родственников могут быть привлечены любой его родственник. А в случае, если потерпевшим призвано юридическое лицо, то его права и обязанности осуществляет также представитель полноучия, которые должны быть удостоверены доверенностью. Уголовно-процессуальный закон провозгласил защиту прав и законных интересов и организаций потерпевших от преступлений одним из главных назначений уголовного сопроизводства. Поэтому в указанной связи правоохранительные органы, а также органы прокуратуры предпринимают все необходимые меры по защите прав потерпевших в уголовном процессе. Вместе с тем, в уголовный процесс по желанию потерпевшего его интересы также могут представлять и профессиональные адвокаты. А есть ли какие-то особенности действий потерпевшего, например, в зависимости от вида преступления? Да, такие особенности бывают по определенным делам. Например, в случае совершения в отношении гражданина преступления, которые относятся к преступлению коррупционного характера, например, возьмем вымогательство взятки. В таких случаях гражданин должен знать, что если он соглашается с вымогательством и дает взятку, в данном случае потерпевший сам совершает преступление. В такой ситуации следует согласиться с требованием и договориться о новой встрече для передачи денежных средств, но затем сразу по завершении встречи следует обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. И только в этом случае потерпевший не будет нести уголовную ответственность, и в отношении него могут быть приняты меры по его защите. В данном случае хотелось бы сказать, что более детальный информационный разъяснительный материал о том, что следует знать о коррупции, как распознать и противодействовать коррупции в различных сферах общественной жизни, детально изложены в информационно-разъяснительных буклетах и памятках, которые размещены на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в разделе противодействия коррупции и антикоррупционное просвещение. Если преступление совершается в отношении несовершеннолетних лиц, в том числе со стороны родителей, иных законных представителей, то ребенок вправе устно обратиться в любой орган системы профилактики с данным сообщением, в том числе своему классному руководителю, социальному педагогу школы. И в таких случаях в каждом образовательном учреждении должны на стендах висеть телефоны таких органов, в том числе телефоны органов прокуратуры, органов Следственного комитета. А родителям же в случае совершения преступления в отношении своего ребенка необходимо помнить, что помимо правоохранительных органов еще есть другие органы профилактики, в том числе органы опеки и попечительства. Хорошо. Наталья Анатольевна, у нас поступил телефонный звонок. Давайте его примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я так, у меня такой, это на якорском языке наладо, вопрос о логовбасте. Вот, мангоктен. Я в 95-м году, это давно было, конечно, решением городского суда с осмертением исхода авария была около Тувагина. И никакого этого судебного исполнения не было. Так и осталось. Я после этого, после этой аварии, сейчас по онкологии третья группа инвалид. Дело куда шло, это на 4 года его заключили, и это, и это, зало суда его, прямо заключение, и это, никакого судебного исполнения не было. Тогда, в 95-м году, моральный ущерб 10 тысяч. Я это дело могу возобновить или нет? Хорошо, мы поняли ваш вопрос. Ну, я так поняла, по данному вопросу... Не повторить, надо? Нет. По данному вопросу, значит, виновное лицо в совершении преступления, предусмотрено статьей 264, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее, видимо, тяжкий вред здоровью потерпевшей, да? Значит, по данному преступлению, лицо виновное осуждено, как я поняла из вопроса, и за что даже, значит, назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы, сказал потерпевший. И, значит, поскольку виновное лицо уже наказано, и, значит, еще вопрос по возмещению ущерба. Гражданский иск был удовлетворен, и со слов лица, который задал вопрос, да, сегодня. То есть, соответственно, все права на тот момент потерпевшего, они как бы не были нарушены, виновное лицо осуждено. И в данный момент я оставаний для того, чтобы возобновлять производство, по крайней мере, из вопроса не вижу. Хорошо. А вот бывают такие ситуации все-таки, да? Что делать лицам, которые пострадали от преступления, но их не признают потерпевшими, да? Вообще, каков порядок обжалования вот таких действий или бездействий, или решений должностных лиц? Вообще, потерпевшим лицо признается на основании постановления следователя и дозавателя незамедлительно после возбуждения уголовного дела либо после того, как данные о потерпевшем станут известны органам предварительного расследования. Значит, если такое не происходит, если отказывают в признании лица потерпевшим либо бездействуют и длительное время такое решение не принимается, то потерпевший имеет право обжаловать такие действия и бездействия в досудебном производстве по уголовному делу в соответствии с требованиями ст. 124. То есть прокуратуру может обжаловать либо в суд непосредственно в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Какие права и обязанности возникают у потерпевшего с момента передачи уголовного дела в суд? У нас потерпевший, согласно требованиям ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, имеет право участвовать в судебном заседании на любой стадии, в стадии судаха, в суде 1, 2, касационной, надзорной инстанции во всех судебных заседаниях по рассматриваемому уголовному делу для защиты интересов своих прав. При этом он имеет право выступать в судебных прениях, может поддерживать обвинение, предъявленное виновному лицу, знакомиться с протоколом судебного заседания. Если у него есть замечания, может подавать замечания на протокол судебного заседания, обжаловать приговор и иные судебные решения. Имеет право знать о принесенных жалобах на судебные решения, имеет право возражать на эти жалобы. Кроме того, потерпевший в случае, если он подаст ходатайство до окончания прений сторон, о желании узнавать информацию о передвижении взвиновного лица, то есть информацию о прибытии осужденного к месту отбывания наказания, о его дальнейших передвижениях из одного учреждения в другое учреждение, о дате, когда он выйдет из мест лишения свободы, тогда ему по его ходатайству такая информация может быть предоставлена. И также он имеет право участвовать в судебных заседаниях, которые в порядке исполнения судебного решения проводятся. То есть судебные заседания при рассмотрении вопросов о условно-досрочном освобождении осужденного, о замене его наказания более мягким видом наказания. Хорошо, спасибо. Дорогие друзья, впереди вас ждет реклама. И мы продолжаем программу «Якутская сеть». Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Сегодня у нас третий выпуск просветительского проекта «Доступное право», созданного по инициативе прокуратуры Республики Саха-Якутия. И сегодня мы говорим о правах потерпевшего в уголовном процессе, о том, с какими проблемами он сталкивается, и о том, как правильно их решать. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Мы продолжаем наш разговор, и к нам присоединяется адвокат Якутской республиканской коллегии адвокатов-советник Павел Стаценко. Здравствуйте. Доброе утро. Павел Иванович, а вот как часто приходится защищать не обвиняемых, а потерпевших? Ну, в принципе, надо сказать, что, конечно, адвокат чаще работает с обвиняемым. Это связано со спецификой. Просто дело в том, что обвиняемому положен адвокат в силу принципов справедливого демократического суда. Значит, потерпевшим он имеет право иметь представителя. Однако, вот как обвиняемому, и в случае, если у него нет возможности нанять представителя, ему, конечно, государство такого не предоставляет, за исключением отдельных категорий граждан, в частности, несовершеннолетних. Значит, но по большому счету нет. Поэтому, конечно, если обращаются люди, обращаются все-таки они довольно-таки часто, потому что, значит, судебный процесс — это очень сложная процедура, и им необходимо защищать права. Я думаю, что, ну, наверное, если брать, наверное, из десяти, то, наверное, двое потерпевших, двое, трое, вот так вот из десяти будут. А вот с какими нарушениями своих прав, как правило, сталкиваются потерпевшие? Есть какая-то статистика, может быть, вот конкретные примеры вы можете привести? И что им в этих случаях нужно делать? Понятно. Значит, понимаете, наверное, самое главное, с чем сталкиваются, наверное, первую категорию, которую я могу назвать, проблем — это либо затягивание судебного процесса, либо отказ в возбуждении уголовного дела. Вот, наверное, это две проблемы, которые я объединил бы. Это достаточно большой пласт, и это большой пласт работы. Дело в том, что, понимаете, юриспруденция — это, конечно, не математика. Здесь нет конкретных переменных, которые можно было подставить и получить какое-то уравнение. Всегда речь идет об обстоятельствах, которые человек оценивает субъективно. Субъективно оценивает адвокат как юрист, субъективно может оценить следователь, может оценить прокурор, и, наконец, судья. Также, в принципе, он эти обстоятельства оценивает субъективно, исходя из собственного мировоззрения, исходя из собственных каких-то убеждений. Поэтому, конечно, приходится доказывать, приходится подтверждать, какие-то аргументы приводить, и это тяжелая работа. Поэтому иногда обстоятельства уголовного дела, вообще обстоятельства жизни, они могут квалифицированы быть по-разному, как гражданское правоотношение, как уголовное. И вот когда следователь, проведя доследственную проверку, пришел к выводу об отсутствии состава уголовного преступления, адвокат, потерпевший, защитник, представитель потерпевшего, значит, он обязан, в случае несогласия потерпевшей, если все-таки потерпевший считает, что в отношении него было совершено преступление, ну, такие пограничные, например, составы, как мошенничество, такие, допустим, как, может быть, степень тяжести, он не согласен, ну, например, он не согласен степенью тяжести, которые были предъявлены, значит, медицинским заключением. Адвокат должен это доказать, или потерпевший должен доказать в суде, обжалуя решение следователя. Также может быть, допустим, затягивание, как я уже сказал, сроков. Это может быть объективными причинами вызвано, может быть вызвано субъективными. Ну, какие объективные причины может быть это? Большой объем работы. Часто возникают уголовные дела, в которых потерпевшие десятки, а то и сотни. Это всякие пирамиды различные, там, такие вот, такие составы, которые предполагают собой огромное количество обманутых, дольщики обманутые и так далее. Естественно, надо понимать, что объем работы колоссальный. Там, да, значит, десятки бывают обвиняемых, огромное количество томов уголовного дела. И, конечно, следователь, даже группа следователей, она не может объективно быстро справиться с этим вопросом. Бывают субъективные причины. Ну, например, следователь сам по каким-то причинам профессионально, может быть, не затягивает и так далее. И вот здесь адвокат должен оценить профессионально, с точки зрения интересов именно конкретного потерпевшего, дать оценку и в случае несогласия обжаловать эти действия в суде и в прокуратуре. А в чем разница? Давайте вот объясним нашим телезрителям и радиослушателям. Вообще представлять интересы самому, либо обратиться к адвокату? Ну, как я уже сказал, дело в том, что процесс судебный, это очень сложная, очень-очень сложная, как бы такая процедура. И, значит, доследственная проверка, и следствие. Юрист, кто такой адвокат, да, начнем с этого? Это профессиональный юрист. Он учился, получал высшее образование, обязательно именно высшее образование юридическое. Потом он должен был не меньше двух лет стажироваться, где-то работать по своей специальности. Соответственно, у него есть определенный опыт. Он может выстраивать, он знает законы, он знает тактику ведения защиты обязательно. Он может верно квалифицировать те или иные правоотношения. Человек, конечно, даже обыкновенный потерпевший, бывают встречаются такие люди, которые очень долго занимаются судебными проблемами, такие, знаете, и они уже сами как бы хорошо в этом разбираются. Но это года, понимаете, человек должен... А потерпевшим по уголовному делу становится, ну, буквально не ожидаешь же такого. Поэтому, конечно, профессиональный защитник, адвокат, он именно может помочь с точки зрения того, что он сократит время, даст верную квалификацию, направит вас на правильные действия. Ну и, собственно говоря, в общем-то, таким образом защитит ваши интересы. Здесь, кстати говоря, в двух словах буквально скажу, что есть юристы-адвокаты, есть неадвокаты. Вот здесь такой момент, что, несмотря на то, что юриспруденции разделения четкого нету, есть цивилисты, так называемые, да, которые занимаются гражданскими делами, есть криминалисты, которые... Это очень условное деление, но, тем не менее, оно есть. И здесь надо очень понимать, что у цивилистов не всегда бывает опыт работы по уголовным делам. Именно адвокат, как правило, как я уже до этого говорил, что он работает и в том числе по защите обвиняемых, поэтому опыт работы по уголовным делам у него довольно-таки колоссальный, как правило. Поэтому адвокат может помочь именно профессионально в этом вопросе. А каковы особенности защиты прав потерпевших адвокатами? Вот адвокат, как раз я и говорю, что здесь, понимаете, вот адвокат, он профессионально занимается работой с обвиняемыми, защитой по уголовным делам. Он очень хорошо знает уголовный процесс, стадии. Он очень хорошо знает тактику ведения следственных действий, поскольку с этим каждый день это его ежедневная работа. И, конечно, в этом плане он может четко понимать, где нарушаются права потерпевшего, где, может быть, следователь где-то хитрит, может быть, суд здесь неверно квалифицировал. Естественно, понимаете, я говорю, что такие органы, которые должны следить за объективным, естественно, они не могут удовлетворить всех интересам. И здесь адвокат выступает неким таким звеном, которое призвано балансировать, сбалансировать этот общественный интерес, объективный интерес, может быть, вызванный, который есть у государственных органов, именно с точки зрения частного интереса конкретного человека. Он защищает частные интересы конкретного человека. Может быть, в некоторой степени, может быть, это звучит как-то не очень честно, но ему не интересует понятие истинное, объективное и так далее. Его адвоката интересует защитой интересов конкретного человека. Вот до этого выступали здесь государственные обвинители, ну, я имею в виду представители органов прокуратуры, они руководствуются объективными принципами, принципами справедливости, объективности и так далее. Адвокат руководствуется интересом только частных лиц. Поэтому в этом плане работа адвоката немножко отличается. Ну, и опять же, это все сделано для сбалансирования интересов. А что делать, если потерпевший не может добиться назначения независимой судебно-медицинской экспертизы? Вот бывает, к сожалению, такие случаи. Значит, смотрите, у адвокатов есть целый инструментарий для работы вообще с любыми нарушениями, в том числе и этим. Это обжалование действий следователя в суд, обжалование действий руководителя следственного органа либо в прокуратуру, которая, кроме того, что государственным обвинителем, так и же является надзорным органом за следствие. Это основной инструментарий, который будет использовать адвокат. Грамотно представлять интересы потерпевшего в суде. И это вот он, его основная функция. Ну, например, можно еще как бы схитрить. И, собственно говоря, существуют независимые на сегодняшний день экспертные организации, к которым можно обратиться, например, и провести собственную независимую экспертизу. И результаты этой независимой экспертизы представить следователю. Это, в принципе, заставит следователя усомниться в той экспертизе, которая была представлена в материалы дела, поскольку саморезультаты оспариваются, они, значит, необъективны. И, возможно, это один из аргументов, который приведет следователя к тому, что необходимо пересмотреть результаты данной экспертизы. Вот, наверное, два основных таких момента, которые я бы мог отметить. Ну, что еще? Также, допустим, может быть объективно допрос специалиста. Если есть, допустим, какой-то специалист или, допустим, эксперт, который проводил соответствующую экспертизу, можно принять меры, допустим, попросить, допросить данного специалиста и задать ему соответствующий вопрос. Опять же, здесь необходимо... Какие вопросы надо задавать? Здесь, значит, все зависит от того, какая именно цель ставится. Здесь как раз может помочь адвокат, поскольку адвокат может именно определить эти вопросы. Попросить следователя задать данные вопросы. Опять же, следователь, конечно, может быть и отказать. В данном случае, если следователь отказывает, опять же, адвокат профессионально, значит, обращается в суд. Как я уже сказал, допустим, я до этого говорил много, да, и очень, наверное, сложно и необъективно. Поэтому и важно привлекать адвокатов, профессиональных юристов к защите своих интересов, потому что это все наша работа. Да, и человек просто сложно с этим сориентироваться. И у нас 15 секунд для того, чтобы дать совет нашим телезрителям, радиослушателям. Ну, совет такой, если, конечно, попали в неприятную ситуацию, я все-таки рекомендую обращаться к адвокатам профессиональным, хотя бы даже для консультаций. Консультация, услуга, не очень дорогая, но может вам помочь и сэкономить очень много денег. Ну что же, мы благодарим вас за очень интересный, содержательный разговор. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Сергея Анатонова. Сегодня был третий выпуск проекта «Доступное право», который был инициирован прокуратурой нашей республики. Всего вам самого доброго. До свидания.